good morning good morning everybody доброе утро всем так ребята 6 часов 4 минуты начинаем движением проверил все вроде спокойно все в порядке говорится можно гнать для были подозрений поползновение сторону моей машины мне так кажется чуть позже расскажу вот но на данный момент у сколько у нас тут 6 часов 5 минут отдохнули мы отдохнули мы почти 10 часов вот но еще хочу повторить да если вам особо ребята не надо но это для новичков для тех кто немножко не не въезжает в систему что если отработал больше 13-15 это не значит что нужно отдыхать 9 ты можешь отдохнуть 9 но это не значит и должен отдыхать 9 до сейчас объясню еще раз почему просто в сутках у нас 24 часа если вы отработали больше 19 то есть 15 часов до скажем грубо то получается что в эти сутки рабочие сутки промежуток от начала суток от начала работы и до окончания рабочих суток рабочие сутки начинается когда вы начинаете работать остается только всего лишь девять часов на отдых поэтому и считаете что в рабочие сутки подряд 24 часа сначала работают отработали всего лишь отдохнули всего лишь девять часов менее 11 часов отдых принимается либо 11 либо 9 вот значит 9 но это знать это не значит что вы должны блин вдохнуть 9 часов и ехать вы можете спокойно если вас не требует ситуации совесть и т.д. и т.п. и состояние здоровья можете спокойно ехать после 9 но можете отдохнуть смелый 11 начать новые рабочие сутки цикл до который идет 24 часа вот данный момент я отдохнул не 9 не 11 я отдохнул что тебе надо вот что не так и там вроде все в порядке что она все время пикает ладно поедем что насчет показывает она она показывает как будто фигню что типа блин идет заряд ли не идет заряд батареи с вырублен нафиг настроили мы круиз-контроль все погнали ладно с этим разобрались короче отдохнули я 10 часов и поехали нам нужно проехать 520 километров а в районе 6 часов ехать не реально песен ну что такое и и и все поехали про теперь по поводу паркинга этого я обнаружу что здесь есть помимо этого сифари дали когда там система называется туалет туалет и платный да там магазинчик нормально такой фактор есть ночной туалет то есть я понимаю на ночь открывает достаточно чистить туалет с умывальником это очень важно можно помыться что я и сделал с утра вот очень очень хорошо не блин не на песен уже вы выброшу здесь не плюс показывает вольтаж ну блин заряжать что-то с него это просто сначала но без то сломалась у меня в этом блин как он называется зарядки от прикуривателя показания ну давайте пропустим это вот что-либо покажем им шека ну вот и очень хорошо воспользоваться помылся то есть привелся в божий вид и все теперь поехали ночью сегодня блин два раза просыпался того чтобы это ощущение было кто-то мне один раз по двери постучал я так сразу рос проснулся но ничего не делал никаких телодвижений там особых да там типа так типа вскакивают люди там и сразу видно что человек проснулся раз два три да не подключить туда если только тут зарядку поставить у них 3 а двадцать четверки а двадцать четверки да там еще есть месяц для 1 но я не знаю как она потянет не потянет лучше туда и поставить вот посмотрел так долго смотрел зеркало вроде никто там не ходит с левого порта там кто-то проходил но мне кажется что ты типа коллега потому что там прошел и все заснул потом опять такой знаете как шерлок и холм все тук 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 и свист такой свистит пестра лента ну я так послушал послушал вроде нормально все никого нету потом раз так бусик подъезжал а бусик подъезжает это ребята нехороший знак посмотрел на него в окошко там про и проезжал так мимо блин и у и у никуда там не знаю мотал ну и потом коллега еще уехал который с правой стороны у меня справа и слева немцы стояли уехал ну блин то есть права у меня свободное место останусь ну включил зажигание там потом смотрю блин и все баки как было топливо так и осталось это главное нужно не пойдете же вы смотреть что там было у вас внутри посмотреть примерно зафиксировать когда вы останавливаетесь на ночлег сколько у вас топлива в баке ну и потом можете периодически проверять вот все в порядке потом снова уснул проснулся первый раз 5 будильник меня разбудил этот раз я кстати поставил на 5 на 5 20 на 5 40 будильники потому что я знал все равно что я в 5 не поеду зачем это надо вечера так за устал с этими шторами у меня блин локти разболелись оба это просто 6 потому что все это жара там в порту невыносимая было плит асфальт нагрелся блин в 1 с одной стороны в тени до слева и от справа борта это просто мне счет я весь мокрый я выпил наверно блин я думал я выпью все свои запасы воды чтобы крышу по опустить нормально а то получилось крыша поднята 420 за и перед надо опускать написал письмо диспетчеру надо опускать крышу ли не надо если не надо то кто будет платить штраф молчание если молчали значит понятно я лично решаю что делать в данном случае если был бы перегруз я бы еще раз бы написал бы ребята что делать едем ли не едем кто будет платить ну там у меня погружу 10 и 3 там ладно молчание по крыше потому что если молчание по грузу было бы я бы не поехал и не надо ехать пока вам не напишут что платит клиент типа такая вот фишка дальше что молчание да по крыше ну значит все иначе начинаем разбирать левый порт снял до поднят 420 опустил правый порт начал снимать смотрю блин ну если двери закрывается значит соответственно все 420 до правый порт перед блин 415 поднят задний 420 ну вернее задний по максимуму передний блин не доходя 5 сантиметров до максимума а середины там вообще блин непонятно там почти на минимум стоят то есть вот такой вот провес как вот водитель блин ну ладно ну ладно что водитель не заметил это водитель сам сделал это сто процентов потому что он грузил и я заметил что тент 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 не закреплен болтается ремни там через два ремня болтаются я вижу что если с левой стороны по максимуму тент вытащить да то есть нету складок то с правой стороны складки есть это означает что с правой стороны опущены ну тент и так это загибать его вода ведь высота полная тент как бы прямой вы закрепли ставить замки а если на пусть настолько настолько когда получается лишним пусти тента и он загибается просто визуально видно надо там ходить куда-то просто логично посмотрите и увидите сами ну и вот пока я этим занимался прошу где-то час-полтора ну конечно это в жару это делать это блин как это говорится не рекомендую сам еще падает у меня нету крючков на этом держать надо с какой-нибудь машины снять которую на продажу везут отломал что ли откусил блин так красиво причем откусан а я не хочу ругаться блин вообще вроде не так много не такой большой пробег 47000 ладно специй с этим разобрался блин ну и в итоге полтора часа а ехать мне оставалось два часа всего лишь не ехать я мог больше мне работать оставалось максимум два часа поэтому такая вот фигня и вышло что я не мог много проехать получив это задание ну просто не мог физически бог а по времени не мог ну и где-то там за гамбургом уже потому что мы идем сейчас в сторону ганновера я уже начал искать партинг вот так присматриваться по времени чтобы чтобы потом не начались проблемы с партингом это же германия тем более время уже было после 8 часов ну знаете я как-то за меня я знаю то ли много людей в отпуске то ли что такое но вот достаточно есть места на партинге и даже вот на том партинге на котором я сейчас стоял когда я заехал были места даже с учетом того что некоторые железобетонные которые там на легковых машинах занимают места блин грузовиков нафига этого делать это вот понять я не могу реально что-то посчитается типа блин что нет места куда припарковать БМВ свое на время блин в любую дырку засунуть но и все равно места были в елке с левой стороны блин да бросит машин грубо говоря поэтому встал я без проблем ты стоишь в точек это шатается машина качает не вибрация какая-то большая так сказать вот и заехал вот на этот паркинг да и встал нашел место в елочке встал слева немец права немец нормально я еще тоже когда вы проезжаю все-таки смотрю если время есть я не становлюсь подозрить между подозрительными машинами ну как бы чуйка срабатывает какая-никакая хоть и нет опыта но все равно знаете там румыны там непонятные молдаване машины машины да даже ну есть номера которыми я доверяю да французы там немцы голландцы а есть которым я не доверяю ну каждый индивидуально конечно вы можете доверять всем вашу правду можете никому не доверять тоже ваше правду ну и встал заехал открыл дверь ребята мне опять как дудум по лицу морде блин или по морде лица как толпануло жарой ну реально такая жарище дверь лучше не держать открытые даже не открывал стекла потому что это невозможно жара туда идет потом под вечер уже открыл даже спал вот так вот там и там там и там окно а вот устал и кстати свободно потом хопа за мной блин впритык попе подъехал этот самый наш коллега но я понимаю что он подъехал почему потому что не уверен что дальше будет места а потом выезжать вставать задом влевую либо обратно здесь не хотела ну я тоже так иногда делаю а потом иду я просто делаю становлюсь потом прохожу смотрю о в елочке там еще место нет места были и тоже кстати рекомендую опять начинающим я не учу я рекомендую как я делаю тем более он становился перед ним никто не стоял таким образом я как раз вышел прогуляться да уже все дела сделали сонные да там офисный так сказать прогулял прогулялся там блин четыре места в елочке свободно но он уже закрылся я сказал если хочешь коллега не мне это даже лучше ну как лучше в данный момент мне по барабану я везу какие там пустые палеты грубо говоря вот такой груз у меня то есть а если было бы что-то там типа все посерьезнее да когда было бы это очень хорошо значит это никто не залезет себе зад когда-то нет никто грезать не будет потому что все таки постесняется что машина стоит да вот ну а в итоге все нормально поспал выспался все очень хорошо все устраивает так скажем ночь устраивает как она прошла удовлетворительно как типа счастлив проснулся несчастлив спасибо солнцу что я тебя увидел но все а теперь ими едем в сторону выгрузки приближаемся кажется мы к ганноверу я кстати посмотрю как у нас там по обзору маршрута от весной паркинг например мусорники есть камейки есть туалетов нет комары тоже есть там мы приближаемся к ганноверу и пойдем потом вниз и пойдем 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 в самый низ так плохо видно здесь по этой карте горизонтальную а моя сейчас мой телефон этот занят под раздачу интернета на компьютер потому что я сейчас загружаю там видео которое должно выйти сегодня у меня у меня подписчик из бывших поваров кулинаров тоже из латвии чудак и сейчас первый раз дальнобой пошел кстати тебе привет блин я даже забыл как зовут вчера по телефону с ним разговаривал там немножко задавал вопросы я же написал мне написал там блин ведь я только начал работать а мне блин уже рев подсунули звоню могу слушать ты не переживай мы ему там прислали типа выгрузка во столько-то во столько-то а это адрес какой почему не прислали ну я ему звоню и говорит рев мне еще брать игру но если у тебя есть груз значит там будет cmr к и в нем будет адрес это во-первых вторых про рев ты не переживай кто бы тебе не дал рев если ты там запили опытный кому-то надо ты за это не отвечаешь тебя никто не отвечал как его запускать то еще если там реально будет ли позвонишь и скажешь ребята что мне с ним делать с этим холодильником кто-то мне объяснял блин то еще 5 10 как запускать как среди температуру блин до температуры все эти вещи потому что рев это все такие холодильники там дорогие продукты надо следить там наверняка стоят шпионы так называемые датчики потому что я при флоте работал у нас там тоже иногда датчики вставили то есть они пишут любые там эти температурные фигни и передают даже есть такие которые по gps и передают данные владельцу да какой температурный режим в данный момент на ваших продуктах в вашем холодильнике ну ладно я говорю так что ты можешь удивиться что если ты возьмешь рев там могут быть дрова и доски и и все что угодно но это не значит что типа там будут помидоры он говорит да серьезно я говорю серьезно я говорю вот приехал сейчас на каденцию с чудаками он говорит о блин мне рев брать и говорю а что там внутри будет блин да фигня и доски там другой там какой-то картон вез ну просто такой принцип я пребывал ну и за этом доски это он так сказал конечно доски не то что там доски как в вашем понятии доски да загрузили ну там на палетах конечно аккуратно все это сделано что-то интересное 80 ремонт так приезжаем большой station паркинг стейшн паркинг плейс огромнейший я даже не помню я здесь был не был я буду надеяться что никакие пробки не попаду ну и как вот с ним поговорили посмеялись я успокоил говорю дружище если какие-то вопросы есть не стесняйся звонить днем и ночью серьезно говорю ребята если вы мои подписчики вы знаете мой номер телефона я в этот момент в работе конечно в любое время звонить ну не по конечно пустяком вопросам которые требуют незамедленного решения и даже можете если написали сообщение мне там ватсапе или вайбере то можете смело и видя что я не отвечаю не прочитал можете смело просто как бы гудок сделать я подниму потому что у меня столько чатов есть в вайбере в чате ватсапе что у меня все не отключены звуковое это ну звуковое как бы оповещение что что-то пришло раньше у меня все было точно как блин все время такое пикало ну не все время конечно я не такой человек нужный но сам факт что пикало ну я подключал только необходимые вещи там включают на жену там на детей так что вот так но сегодня посмотрим он не было позвонить скажет какой прицеп но тем более у него там в два часа дня брать как выспишься не переживай все будет говорят и главное не переживать спокойно ехать да ну сейчас еду смотрю как как вот так блин полиция этого чудака видно же что блин скосопочный прицеп я кстати к вчера ехал один один стоял с полицией полиция остановила видно на паркинге стоял я хотя не знаю почему на паркинге стоял были открыты ворота не видно там там металлоконструкции стопки но не трубы а там квадратные такие было видно и они как-то были свернуты развалившиеся как-то тент был наклонен прицепе видимо его остановили полицейские и будут наверное вызывать бригаду которая будет решать эту проблему то есть перегружать груз все таки но тоже может быть чудак не виноват блин не он грузил потому что у меня сейчас тоже груз эти палеты я так посмотрел блин сильно не затянуты я затянул ремни один ремень вообще блин ну хорошо там этот он возле стойки палет стопка я уже когда опускал крышу видел крючок не закреплен снизу он закреплен был за доску понимаете за нижнюю доску и тут когда тянул натягивал ремень он поднимал все доски в этой секции блин ну да он поднял доски а что он потом будет палеты скрывать тент тоже тут можно понять человека может быть у него времени не было но блин все равно не было времени ну да потом на паром да нет я не думаю что там типа fixing time был такой с опозданием потому что на паром они дают такой запас времени что не всегда себя дымит блин в этой экспедиции дает конкретный запас времени тренофа экспресс там где впритык дают да наверное как то я заслужил такую экспедицию которой сейчас работаю блин бывает же но еще раз говорю блин вот когда рассказывают вот когда рассказывают звоню лёшке говорю лёша я не представляю что я сейчас работаю на DSV на лэн скрон по сравнению с фай экспресс это просто блин день и ночь это просто песня он говорит ой ты не ты не попробовал на Эвелс на Эвелс работаю или DSV там типа на низ при чем тут это я тебе просто хочу сказать что как я работал на фай экспресс и как я работаю сейчас это конечно не знаю наверное все таки блин надо доплачивать людям за километры блин мне так кажется потому что если человек стоит ему платит 70 евро или 75 человек едет целыми днями блин ему тоже платит 75 потом он блин отстоит и снова поехал целый день и снова поехал целый день но по максимуму ему тоже платит 75 а чудак типа меня сейчас блин проехал там 400 блин встал блин проехал еще 200 встал на ночь проехал там потом ждет 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 когда груз блин ну выгрузился да ждет груза блин потом опять проехал немного да не я понимаю что он ну не виноват в этом но а я же я же не говорю что надо снимать с него деньги просто надо доплачивать доплачивать немножко разная вещь это нелояльность это как бы типа повод человеку ехать побольше стимул да за каждую сотню например в день добавлен там не знаю пару евро в день бросать плюс наверное это было бы справедливо это когда у фирме фирмы там куча экспедиции они все разные как вы считаете не платить не платить за километры и только а именно доплачивают потому что ну реально обидно обидно на ребятам на фай экспрессе которые ночи еще и поначалом ночные доплачивают по ночам носишься блин километражи такие блин стравы на ген нехило так ночью проехать ладно одну ладно две три уже четыре ночи подряд это блин это нереально а ночью надо ехать потому что ночью блин пробок нету тогда ты реально до доезжаешь там с 7 вечера до 7 утра ты в генте будешь вот смотрите 12 часов да сразу отфиячить хотя нельзя так ехать если ты едешь 7 вечера и всю ночь я думаю румын поехал походу на наши эмиранты то ты не можешь работать больше десяти часов ну работать то есть если ты всем выехал и ехал ночью то вот смотрите и максимум можешь проехать максимум девять ну девять с половиной часов плюс плюс двадцать девять минут на выгрузку погрузку на прием ну на молоточке да скажем то есть рабочее время не должно превышать больше десяти часов и кстати тахографы новые это уже считают я уже видел у меня по прошлой машине тахограф выдавал мне ошибку что я переработал ночное время десять часов это уже считается ошибку вы просто не знаете об этом об этом знаю те у кого есть как бы это сказать мобильный да мобильные считывается чип карты которые вы можете контролировать свою карточку вот у меня например есть вот так он выглядит я считываю я вижу какие у меня ошибки он выдает вот он выдает все ошибки ну все нарушения да так скажем ошибки нарушения и и как что вы сорок пять часов в машине вот стояли отлежали отоспали находились в кабине и вот что вот десятку ну вот все 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 выдает а вот если у вас такого нету устройства мобильного что вы не знаете потому что вот высчитывайте карты свои вы же не видите вам же не присылать на e-mail ваши данные кстати вот это очень не есть хорошо что не присылаются данные вот вы считали карту ваши данные вы даже не видите надо с этим тоже кстати поднять этот вопрос почему я считываю карту и я не вижу что там какие у меня нарушения как вы человек может знать что у него есть нарушение если он а ну только если распечатку делать ну блин каждый день распечатку делать или раз в неделю там вот и распечатки нужно тоже ну как бы здравомыслить как бы думать что это обозначает как это обозначает и всегда человек хочет этим заниматься ну и поэтому люди ведут тетрадки дневник дальнобойщика у меня например кто-то там просто записывает еженедельник да начал востока закончил востока пауза востока но не знаю кто-то пишет все остановки паузы кто-то просто начало дня конец дня кто-то пишет паузы те которые 45-минутные только ну типа начал потом пауза 45 минут потом снова поехал а как каждого есть свой выбор каждый по-своему может заполнять я пишу у меня когда я начинаю рабочий день и когда заканчиваю рабочий день потом считываю с этого с крансиксом блин смотрю сколько у меня рабочий день был по времени сколько у меня было убождение по времени и что у меня получается по работе там если я больше 12 значит 9 9 пишут потому что отдых контролируется девятками 11 они работают не рабочим времени нам разрешено отдыхать в неделю 9 часов 3 раза не больше ну типа чтобы суточное время отдыха рабочее было только 3 раза у меня кстати уже два использования а сегодня только среда вот то же самое с вождением больше 9 часов два раза только 1 1 у меня уже использовал а подожди нет меня не используют нет 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 вру у меня на этой неделе ничего не используют у меня все в порядке так что советую приобрести особенно те кто в Латвии это недорого стоит 15-20 евро фирма находится на Румбулле там где техосмотр грузовиков проходит с правой стороны там есть тахографы написаны две будки там там если вы приобретете будет стоить в районе 16 евро а если в магазине по моему вирши на заправке если не ошибаюсь можно купить но они не всегда бывают надо они не так что на всех заправках есть я помню звонил на одной заправке нашел тоже на Румбулле и рядом с этой с этими будками с этой фирмой на заправке уже 20 евро зачем мне нужно что-то шантается машина отключает конкретно если я пошел и купил там и там кстати в этой фирме нормальные люди работают надо мне кстати в этот раз не отнес надо мне как-то коробку конфеты привезти там к женщине Юзы она очень помогает где можно позвонить и всегда поинтересоваться она помогает по Тахо потому что их фирма кстати ставит Тахо на нашей машине так что всегда поможет всегда подскажет мне очень многое подсказало как работать с Тахо потому что это есть новые есть старые и варианты съезда на паром например там они разные ну кто видел мои видео по поводу Тахо там где-то там есть они уже сняты просто это реально большая помощь в телефоне ставите программку скачиваете можете конечно платную официальную которую там как бы ежемесячную плату вы вносите а можно скачать такую что пил один раз и все можешь ей пользоваться я пользуюсь вторым вариантом он более удобен ну а первый вариант то что у тебя это все еще на компьютере есть типа на сайте я не помню там было бы 2 евро в месяц где-то одно там по-моему 5 евро уже не сделали холодновато такая вот фишка потом вставляете смартфон и карточку вставляете и все и контролируете приехали на базу на 45 вытащили карточку как положено вставили ее хотите обратно вставляете ну засчитали хотите вставляете обратно но помните да что он напишет ошибку что вы 45 часов были в кабине ну а не хотите оставляете как правильно вы не должны находиться в кабине на 45 значит и карточки а вот как то так готовы будете знать где у вас какие нарушения есть ну лучше конечно не нарушать но бывает все бывает просто необходимо по другому никак ну тоже нужно нюансы знать по нарушениям как и что можно нарушать когда можно нарушать за что штрафы большие за что маленькие я стараюсь не нарушать но надо понимать всегда если ты проехала лишних двадцать минут тридцать минут у тебя есть распечатка это штраф вообще может быть менее чем если ты блин на пять минут меньше положенного времени отдохну штрафуют особенно за сорванный отдых потому что важен отдых больше ну а ехать стараться не надо ехать искать последний парк понятно вы сами начинаете нервничать понимаете что вы попадаете потом надо делать распечатку писать ситуацию бывало у меня такое у меня там было пару минут в одном месте и пары на другом месте первое я помню самое лучшее было одну минуту и то я мог бы бы избежать и это мне нужно было искать получше место на парке на автоход хотя в итоге я встал туда где сначала хотел стать но больше там полторы минуты у меня вождение было перед 45-минутной паузы но я в итоге стал на ночь но распечатку сделал и кстати меня в тот момент когда я еще работал это нарушение то есть 28 дней баги проверяли даже ничего не сказали поэтому я говорю им важно отдых нарушение отдыха очень важно ну и конечно большая переработка у вас здесь тоже очень важно большая кто говорит 15 минут можно кто говорит полчаса можно ну я это знаете как про скорость можно говорить что 50 скорость но можно ехать 59 нельзя ехать 59 бесплатно за деньги за деньги можно один тебя снимет другой тебя не снимет но если не дай бог попадешь в аварию или что-то там произойдет человека садешь не дай бог будешь виноват потому что ты ехал с нарушением не 50 и 52 два как-то вот так ладно внутренний монолог заканчиваем едем на выгрузку который должен я сделать в 10.30 я думаю что я буду не раньше часа все поехали поехали